Молчание Молчание Это концепт, который определяет эстетику определенного воздействия, определенных действий, и которыми пользуется художник или писатель, или философ. Но дело в том, что когда мы говорим молчание, это неоднозначная вещь. Вот я собиралась посвятить молчанию, так много говорила вначале, так спорила, молчанию собиралась посвятить два часа. Поэтому, когда начинают с самого начала лингвисты, например, обсуждать, что такое молчание, они говорят, это нулевой речевой акт, за которым стоит обязательно содержание. То есть, когда человек молчит, он может этим молчанием сказать значительно больше, чем когда он говорит. Ну, видите, я сама себе противоречу, к сожалению. Но есть еще другое понятие, это понятие тишины. И в английском языке, и в русском языке оба эти понятия разводятся. Тишина – это нечто другое, до чего мне сегодня не очень хватило. Тишина – это полная гармония с действительным миром. Из-за тишины не стоит никакого содержания, потому что тишина, она является собой вот такое успокоение определенного рода душевное, которое выражается в работе художника, в каком-то стихотворении. Есть целые произведения художественные, которые посвящены тишине. То есть, они, вот, как говоря, я их буду рассматривать одновременно, тишину и молчание, но это понятия все-таки разные. Вот молчание – это стоящее за этим содержание, а тишина, она не может быть знаком. Тишина – это не знак. Тишина – это особое состояние человека или поэзия и проза, которая передает эту тишину каким-то тем или иным образом. А есть еще понятие «пустота». И вот очень интересно, на той лекции вы задали мне вопрос про то, что такое пустота. Я так и думаю про современную литературу, например, Чапаев и пустота. Вот, и как бы что это такое. Но пустота – это концепт как ванитос. Это тоже философский концепт, который имеет стоящее за этим содержание. И это не просто пустота, как бы ничто, потому что кажется при слове «пустота», что она обязательно имеет отрицательную коннотацию. Совсем не обязательно. Это имеет определенное количество и положительных, и отрицательных возможных значений. Поэтому вот это наш спектр рассмотрения сегодня таких проблем. Откуда возникла эта проблематика? Опять-таки из музыки, потому что музыка у нас самое главное искусство. В музыке возникло поставангардное направление. Среди них Кейдж с его произведением 4.33, когда вы слушаетесь в тишину, и определенные звуки приходят в ваше сознание. Музыкальные есть другие произведения, когда эксплуатируется одна и та же нота. То есть музыка, мы посмотрим, в поэзии будет сходным образом показана вот эта идея молчания и тишины. Каким образом? Но это характеристика послевоенного времени, 60-е, 70-е, 80-е годы и так далее. То есть это фактически постмодернизм. Но дело в том, что в лингвистике эта проблема тоже рассматривается с точки зрения того, что может обозначать молчание. И когда она рассматривается таким образом, вот довольно забавно, что тоже находятся различные способы выражения значения молчания. Но эта проблема рассматривается только в последнее время. То есть до какого-то момента молчания не существовало как концепт, как какая-то стратегия, она как бы не была фокуса в исследовании. Но вот если рассматривать... Переключается, да? Если рассматривать, каким образом меняется вот это значение, ну вот некоторые примеры из литературы XIX века. Вот, например, «Мое любимое возвращение в Братьях» — это роман Ивлена Бо, английского писателя, который он пишет в 1945 году, издаёт. И здесь, как бы вот не издав ни звука, здесь достаточно простой пример. Город кишит анархистами, но на днях одна американская дама вздумала появиться здесь, в туалете с большим декольте, и они её прогнали одними взглядами, не издав ни звука. Они отходили, возвращали, словно кружащиеся чайки, пока они вынудили её встать и уйти. Вот здесь, не издав ни звука, то есть они презрительно смотрели на даму, потому что она была в декольте, и она вышла. Вот это как бы дело в том, что когда вы молчите, естественно, параллельно происходят какие-то жесты, вы что-то делаете, и каким-то образом оказываете на собеседника воздействие. То есть вывод какой, что молчание, во-первых, это всегда оппозиция, очень сильная оппозиция, то есть в молчании вы создаёте определённое напряжение, и за этим обязательно стоит содержание. Вот это содержание вы не хотите, да, вы не хотите, вы противопоставляете это чему-то. И как утверждают исследователи молчания, молчание само по себе может быть гораздо более значительным и сильным при воздействии, чем слово, но о чём я всегда, как мы всё, обо всём забываем. Это мой любимый герой из этой книги, это есть одноимённый фильм «Возвращение в Брайтсхед». Другой, следующий пример, он взят из той же постмодернистского романа Джона Фауза «Женщина французского лейтенанта». И здесь молчание имеет другую несколько функцию. Там главная героиня молчит, потому что она не хочет, она скрывает правду. Вот, пожалуйста, пример. Мейс Будров, мне сказали, что во время прогулок вас всегда видят в одних и тех же местах. Под её осуждающим взглядом Сара, главная героиня, опустила глаза. «Вы смотрите на море». Сара по-прежнему молчала. «Я не сомневаюсь, что вы раскаиваетесь. В ваших теперешних обстоятельствах ничего другого и быть не может». Сара поняла намёк. «Я вам очень благодарна, сударыня». Дело в том, что вот она вам очень благодарна, она вслух говорит благодарна, а на самом деле она совершенно неблагодарна, ей очень не нравится. Роман потрясающий, роман Джона Фауза, мы об этом говорили в тот раз, написан в XX веке, Джон Фауз, английский писатель, он ностальгирует по викторианской Англии, он ностальгирует по тех страстях и радостях, любви и чувства, которые были в XIX веке. А его героиня такая демоническая, как называют её критики, женщина, которая придумывает все эти страсти. На самом деле никаких страстей нет, но герои в это абсолютно верят. Джон Фауз с позицией художника, писателя XX века вот вспоминает эту историю. И замечательно у меня есть отрывок с Мэрил Стрип. Она играет и актрису, и одновременно с Сару. И она играет вот эту женщину, которая брошена французским лейтенантом, она ходит к морю, к океану и ждёт французского лейтенанта, а потом оказывается, что никакого французского лейтенанта вовсе нет. А молодой человек абсолютно верит в эту историю любви, которую она сама и придумывает. И вот когда к ней подходит другая дама, она вот говорит, что мисс Вудроф, мне сказали, что во время прогулок вас всегда видят в одних и тех же местах. Она её осуждает. Но она это не высказывает. Но то, что ей обидно, она не высказывает прямую. Она вот по-прежнему молчит. Вот это молчание, это попытка скрыть свои истинные какие-то мотивы. Другой пример, он взят из романа японского писателя Исигуру «Остаток дня», «The Remains of the Day». И роман этот очень интересен чем? Он интересен тем, что автор, японец, который приехал в Англию, ему так понравилась Англия, что он просто вот ей восхищается, восхищается до такой степени, что создаёт определённый образ Англии вот с такими удивительными традициями, с удивительным благородством. Он рассказывает о тех людях, которые обитают в большом аристократическом доме и фактически выводит образ истинного англичанина, который, может быть, не существует на самом деле, но который, ему кажется, он воссоздаёт. И вот здесь, там, как сказать, есть молодая девушка, которая приезжает в этот дом, и есть человек, который, его в одноимённом фильме играет Хопкинс, который следит за этим домом, который ухаживает за этим большим домом, и который фактически вот эти традиции сохраняет. Он настоящий джентльмен, но он Баркла. Баркла – это дворецкий, то есть он хранит эти традиции даже больше, чем сами аристократы. А молодая девушка, она вот не понимает, почему это всё так происходит. Ей вот очень странно, почему он сохраняет эти традиции. В какой-то момент она к нему прибегает, он её на очень много лет старше, играет в фильме «Одноимённом Хопкинс» эту роль. И она прибегает и говорит, пожар, пожар. И она думает, что он побежит, и будет этот пожар как-то спасать, будет тушить. Он говорит, одну минутку. Она говорит, пожар. Он говорит, я вот сейчас закончу свои дела, и тогда я как бы пойду и займусь вашим пожаром. Он сохраняет вот это определённое достоинство своё внутреннее. Но когда вот она узнаёт о смерти, она, вот говорят, она медленно направилась к лестнице. Вот там она молчала, да, какое-то время. То есть пример этот показывает, что мы молчим в ситуации, когда необходимо участие каких-то божественных сил. То есть когда это приближается в церковь, мы молчим при какой-то торжественной минуте, на похоронах мы молчим. То есть молчание не обязательно это сопротивление, а это, возможно, знак какого-то определённого уважения, как вот в этом примере. И по-английски там walked silently. Вот она молча шла. То есть она вот этим молчанием высказывала определённого рода уважение. Мисс Кентом стояла в холле на том же месте, где я заметила её из курительной. И когда я вышла, она медленно направилась к лестнице. И непривычно было, что она никуда не торопится. Потом она обернулась и произнесла, «Мне очень жаль, мистер Стивенс, ваш отец скончался 4 минуты назад». Понятно. То есть вот это ещё один способ, как бы один пример того, что молчание может выражать. А далее идёт... Вот в литературе... Вот Ассоль писала замечательную работу, где Ассоль, и она выводила очень много других функций. У неё было 10 или 15. Что может стоять за молчанием? Но дело в том, что молчание – это не единственная здесь интересная вещь, потому что существует ещё проблема тишины, как я вам сказала. И с тишиной всё совсем по-другому, потому что как только тишина попадает в литературу или в поэзию, то она обязательно попадает с чем-то ещё. Просто тишины не бывает. То есть если возникает стихотворение под названием «Тишина», то обязательно это о состоянии лирического героя. И когда есть состояние лирического героя, он о чём-то страдает, он всё время всё слышит. Вот Селлинджер слышит, чувствует. То есть происходят какие-то шумы. И здесь возникает как бы вот такое понятие, как экология, вслушивание в этот звук, в звук слова, в звук музыки, для того, чтобы много услышать. А для того, чтобы услышать, нужна тишина. Вот эта тишина, она на самом деле, она даёт такие обертоны, что человек слышит намного сильнее, лучше, чем когда он, вот не знаю, слушал канонаду или как это было в 19 веке. Но я немножко, конечно, утрирую, что как это было в 19 веке, вслушивались всегда. Но это было обозначено как проблема именно в эпоху постмодернизма. Значит, точка вслушивания – граница между звуком и тишиной, словом и молчанием. Вот эта граница, она очень шаткая. И мы рассказывали с вами, говорили о резоме, что резоморфность – это отсутствие оппозиции, отсутствие чётких границ. Поэтому вот эта шаткая граница между звуком и тишиной, когда очень тихо, когда говорят очень тихо. Очень хорошие спикеры, настоящие лекторы, как вы знаете, они не говорят громко, они не вызывают вас на какой-то бой, не скандалят, они говорят очень тихо. Вот из этой тишины рождается слово постепенно. Хорошие актёры говорят очень тихо. Поэтому это не случайно. И у меня здесь пример из английской писательницы Винтерсон, Жанет Винтерсон. Я отдельно буду о ней говорить в связи с женской прозой, в связи с феминизмом. Но вот в этом примере фактически всё. Здесь как раз контраст между молчанием и тишиной, между звуком, между словом молчания, между звуком и тишины. Огромные, мощёные булыжником челюстью моста раскрылись, пропуская невидимый в тумане пароход. Я слышал звон колокола и слабый скрип огромных цепей, на которых висел мост. Мне послышался бой, барабанный бой шагов в мёртвой тишине, окутавшей тауэр. Помню тонкие решётки, замурованные в толстый камень. Но видела ли я чё-нибудь лицо? Вот здесь полная тишина, и вот эти шаги, гулкий звук шагов, который отражается, эхо этих шагов. И здесь возникает то, что называется Веселовский, такой известный критик. Он говорит о том, что не синергетика, а синкретичность чувства, что для очень тонко чувствующих писателей характерно одновременное выражение восприятия чувственного, звука, цвета, слуха, всё одновременно. То есть вот там возникают такие моменты, как белый шум, и он проводит исследования разных языков индоевропейских, и получается, что очень часто выражается, одновременно, когда мы выражаем цвет, может выражаться и звук. То есть белый шум, например. Да, именно так. Это слово я почти сказала, но не совсем. Когда, то есть получается, что молчание, оно и тишина, оно предполагает, что вы более чувствительны к миру. Поэтому вас что-то больше задевает. Но передать это в прозе, естественно, или в поэзии, может, ну это понятно, что это может каждый человек, или это может человек, который особо остро чувствует, но нам самое главное, что это можно увидеть в прозе или в поэтических произведениях. Анализ примеров, то, что был у меня корпус исследований, показал, что при описании контраста между звуком и тишиной в художественных текстах могут реализовываться частные случаи всевозможных звуковых трансформаций, такие как звуковое отражение, то есть эхо. Делается акцент на традиционно незначимых знаках припинания, тире, точка, многоточие. Уделяется пристальное внимание к интервалу между словами. Реализуется ритмическая деформация, наблюдается общая тенденция эмансипации, поэзии, художественных текстов от грамматики, актуализируется пауза, время, тишины. То есть получается огромное количество других, то есть когда молчат, когда тихо, возникает огромное количество других потаённых игр слова и возможностей звуковых или словесных. И вот здесь вот видите звуковые трансформации, звуковые отражения, то есть эхо. Эхо. Эхо видят очень многие. Есть замечательная книга о поэзии Маркова и очень многие исследователи обращают на это внимание. Вот несколько примеров позвольте мне вам привести. Но вот это впрямую эхо, звуковое отражение эхо, это пример опять-таки из моего любимого Брайсхада, Возвращения Брайсхада, там удивительный такой герой, он студент Оксфорда, это довоенные годы, у него он такой весь ребенок, у него Мишка, Алазиус, которого он носит. И ему задает, он представитель аристократической семьи, которая уходит, умирает в некотором смысле, возвращение в Брайсхад, это ну как наш вишневый сад. И хотя книга была написана, я повторюсь, в 45-м году, известный сериал вышел, в 81-м году, когда я читаю различные произведения английско-американской литературы с нашими студентами, эта книга нравится больше всего почему-то. То есть, несмотря на то, что она медлительная, она такая очень традиционно спокойная, она очень ностальгичная, почему-то она вот нравится. И нравится она по разным причинам, и одна из причин в том, что там, конечно, общечеловеческие проблемы, там проблемы студенчества, потому что это Оксфорд, а как бы для студенчества вот эта идея взросления идет лейтмотивом песни опыта и невинности Блейка. Ну вот невинность как такая, как сказать, ну, детство студента, человека, ребенка, человека, который воспринимает мир с большой чувствительностью, и взрослого, который уже как бы отсеивает и просеивает, у него нету такой спонтанной реакции. Поэтому весь фильм, он об этом, вся книга об этом. И главный герой, он, у него такой есть дублер, его сестра очень красивая, его друг, приятель, он задает ему такой обыкновенный вопрос, он говорит, что, вот, а как твоя сестра? Он говорит, ой, ей никто особенно не нравится, я ее люблю, она ужасно на меня похожа. Но дело в том, что по-английски это звучит совершенно проникновенно, он не говорит, она ужасно на меня похожа, он говорит, I don't think she cares for anyone much, I love her, she is so like me. Он говорит, она меня любит, она на меня очень похожа. А герой, вот второй, вместо того, что сказать, да, ты ее любишь, повторить это вот ужасное слово, любишь, да, ты ее любишь, да, она на тебя похожа, он говорит, do you, ищи, там грамматически дублируется, но слова не называются. И книга вот вся на этих полутонах, потому что, конечно, высший пилотаж, это разговаривать с людьми не словами, и это понятно, в эпоху постмодернизма, а на каких-то других измерениях. То есть вот этот пример очень показателен, потому что это эхо, оно ведь, во-первых, направлено на прагматическую функцию вот этого контакта, поддержания разговора. вот это не просто отсутствие агрессии, а это невозможность агрессии, это попытка вписаться в своего собеседника, потому что они очень близкие друзья, и когда он ему открывает вот такой, ну это не секрет, это обычная информация, я ее люблю, она на меня похожа, это родная сестра, он настолько смущен этим, потому что это, ну в чем-то признание, признание в чем, но в обыкновенных вещах, мы каждый день с вами говорим, что мы или думаем, что кого-то любим, и кто-то на нас похож, the do you is shy, вот таким эхом, поэтому здесь возникает особо такой, как бы коннотация идет какая, трогательность, а трогательность это, вот как вы написали удивительно, нежность, а нежность, просто любовь это нежность, любовь это не агрессия, любовь это не отвоевание, любовь это нежность, это общечеловеческие такие вещи, которые получаются, посредством молчания, передаются лучше, когда очень много слов, они убивают, когда очень много слов, они убивают какие-то очень важные вещи. И писатели начинают это ощущать. Здесь, опять-таки, это не я придумала, у меня замечательные студенты, которые принесли мне прекрасный пример статического повторения. Мы говорили на прошлой лекции о Резоме, и мы говорили о Делёзе, о жиле Делёзе, о французском теоретике постмодернизма, об известном философе, который написал работу «Различие повторения». Вот вёл этот концерт или стратегию повторения. А что такое повторение? Повторение, оно представляет собой что-то другое, не такое, как различие. Различие – это более идея философская XIX века. Различие – это что-то отличается от другого. Для этого должна быть репрезентация. А повторение, оно статичное. Та-та-та-та-та, как одну ноту вы повторяете, как одну и ту же фигуру в произведении вы повторяете. А здесь поэт, современный американский Рон Паджет, он повторяет одну и ту же строчку стихотворения. И строчка эта звучит как «Рон, нет, нет, нет». Роман Паджетт 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 личного человека. Он повествует о жизни водителя автобуса. И когда вы смотрите, у вас удивительно, вас просто переполняет радость и счастье от того, как вы узнаете себя в этом человеке. И вам вдруг становится спокойно, потому что эпоха романтизма, вот я об этом буду говорить, про Сару, про женщину французского лейтенанта, вот это 19 век, он что-то от нас требовал. Он требовал страстей, любви, каких-то героев, каких-то настоящих принцев, принцесс. А вот это статическое повторение – это понимание того, что мы есть вот здесь и сейчас в кругу людей. И важно не то, что где-то там происходит в сознании, вот такой с большими амплитудами романтично, а вот сегодняшняя ситуация, сегодняшнее приближение. Поэтому эстетика вот такого статичного повторения, она предполагает обязательно описание ничего-то такого большого, а каждодневных событий. Можно говорить о битниках послевоенных, можно говорить, ну там будет свой определенный перекос. Но это будет все равно ситуацией, как бы вот приближенной к нашей сегодняшней, каждодневной, обыденной. И в этой обыденности будет невероятная красота и радость. Вот эта тишина, когда вы слушаете своего собеседника, вот он здесь рядом, не где-то там, вот, где большие события, где что-то такое. Вот он здесь совсем близко, и это прекрасно. Поэтому каждый человек, вот эта идея, это, кстати, американская идея трансцендентализма, я, наконец, раскрыла, но это и наша идея. У нас больше романтизма, конечно. Там идея трансцендентализма с той точки зрения, что вот эта идея self-reliance по-английски, когда вы вот в самом себе находите, ну как в душе, да, вы находите покой. То есть это общечеловеческая идея, но просто в разных литературах можно найти свои истоки, там, в 19 веке или в 18 веке. Давайте, пожалуйста, посмотрим этот трейлер. Джармуш Паттерсон. Привет, Даня, все в порядке? Да не совсем. Ребенку нужны брекеты, в машине коробка передач полетела, жена хочет съездить во Флориду, а у меня ипотека, мой дядя звонил из Индии, нужны деньги на свадьбу племянницы, еще у меня сыпь на спине. А как ты? Нормально. Выезжаешь, Паттерсон? Да. Ребенок знает три измерения. Высота, ширина, глубина. Как у обувной коробки. Потом он узнает о четвертом, о времени. Твои стихи замечательные, и может когда-нибудь ты захочешь, чтобы мир прочел их. Посмотри мне в глаза. Ты прекрасный поэт. Это английский бульдог? Порода, которую воруют часто, да? Что ж, теперь буду знать, чего ожидать. Ты водишь автобус, да? И тебя зовут Паттерсон? Меня правда зовут Паттерсон. Свихнуться можно, верно? Пишу стихи для тебя. О любви? Ну, раз для тебя, значит, о любви. Мне приснился чудесный сон, что у нас дети-близнецы. Близнецы? Твои стихи по-прежнему в записной книжке. В тайной записной книжке. Я двигаюсь сквозь триллионы молекул. Они расступаются передо мной. Пока триллионы других по сторонам от меня остаются неподвижны. Это Паттерсон, автобус 23, у меня проблема. Я сейчас думаю, что взорвусь, как огненный шаг. Я осуществляю свою мечту. Стану кантри-певицей. Нэшвилл, я иду. Берегись, Нэшвилл. Как думаешь, в Паттерсоне есть еще анархисты? В смысле, кроме нас? Сомневаюсь. Без любви какой вообще в этом смысл? Он же не станет безумствовать. Все, что он делает, безумно. Всем не двигаться! Водитель автобуса в Паттерсоне? Ага. Ага, что? Очень поэтично. Сегодня мне надерут задницу. С кем ты играешь? Сам с собой. Я считаю, что тоже постмодернизм. А далее идет не просто постмодернизм. Далее идет, конечно, моя любимая меланхолия, потому что она тоже попадает в эту современную идеологию размытых, странных вот этих ощущений взаимодействий, где метод становится самым главным. Но здесь, почему я выбрала именно в этой лекции, там точка вслушивания, она очень-очень сильно развита. Она очень сильно важна, потому что, конечно, фон Триер играет всегда на наших нервах, очень воздействует на нас. Он очень непростой режиссер, у него очень много вот и нимфоманка, в частности, там в статье вот это постоянное повторение для того, чтобы совсем уже вывести людей из состояния спокойствия, такое воздействие на зрителя, чтобы зритель уже по-настоящему все-таки задумался над тем, каким образом он существует. И для Триера очень важна идея общения. «Меланхолия» – фильм о том, как сталкиваются две планеты, но две планеты не сталкиваются, а это фильм как бы о катастрофе. И вначале он повествует о том, как сидят две сестры, и вот там у одной сестры есть муж, и они наблюдают очень красивую вот такую планету, которая движется навстречу Земле, и передают по телевидению, по интернету, если вы видели фильм, что эта планета должна столкнуться с Землей. То есть это причуствие катастрофы. А в какой-то момент оказывается, что она вовсе не будет сталкиваться с планетой Земля, и все живут спокойно, а потом оказывается нет, они прикладывают специальную такую штуку и видят, что все равно столкнется. И фактически конец фильма – это смерть. То есть эта планета таки движется на планету Земля, и они вот сидят там как ковчег, вот, и это все заканчивается. Но о чем фильм? Фильм, естественно, не о глобальной катастрофе, не о том, что нас ждет, если какая-то планета в нас движется. Это в некотором смысле такой гимн женственности, это такое приближение, планета как женщина, у них фантриера эта тема очень развита. Но это опять-таки мои такие смешные выводы, потому что все начинается с музыки Вагнера, и все начинается с того, что вот эта девушка, первая, которую показывают, она должна, что она должна сделать? Она должна выйти замуж, но она приезжает на свадьбе, там все очень красиво, красивая машина, красивое ее платье. Как-то она вот чувствует, она все выходит и смотрит на какую-то планету, а как будто предчувствует вот этот конец. Но какая здесь точка вслушивания? Дело в том, что там возникает идея прерафаэлитов, она похожа на прерафаэлитов. Одна вот там ее сестра, она очень жизнелюбивая, а эта девушка, она совсем не жизнелюбивая. Посмотрите, пожалуйста, какие у вас будут ассоциации личные. Вот о чем этот фильм, вот общее впечатление от трейла. Зачем вообще говорить, насколько ты опоздал? Прости меня. Сейчас мы здесь по графику, а это было два часа назад. Тост в честь жениха и невесты. Мы сделали это. За вас. Сегодня ты просто сияешь. Никогда не видел тебя такой счастливой. Свадьба это потрясающе, но он облетает Джону в копеечку. Какая разница? Главное быть вместе. Так и есть. Что это за звезда красная? Не знаю. Что происходит? Эта планета пряталась за солнцем, а теперь проходит мимо. Буду краткой. Наслаждайся жизнью, пока можешь. Сама я ненавижу брак. Кэми, довольна. Не стоит портить людям торжество. Я только и делаю, что улыбаюсь, улыбаюсь. Ты лжешь всем нам. Ты несчастлив? Все не так просто. И могло быть по-другому. Забудь его, хватит мечтать, Джасти. Чего мы ждем? Завтрашней ночи. Так точно. Я боюсь этой проклятой планеты. Нам ничего не угрожает. Обещаешь? Жизнь, она земная и недолгая. Кажется, ты не все знаешь. Порой я так тебя ненавижу. Останься. Все должно пройти как надо. Я боюсь, что планета все равно погубит нас. Там очень много заимствований из предыдущих культур. Там заимствована девушка, которая блондинка. Она очень напоминает женщин-прерафаэлитов, которых я вам рассказывала на прошлой лекции. Она вот такая как бы ундина, которая ждет смерти. А другая выживающая, такая феминизированная. Вообще это где-то происходит либо в Дании, либо в Норвегии. Это такая очень феминизированная страна. Вот она сама выбирает жениться, выйти ей замуж, не выйти ей замуж. Убегает фактически со своей свадьбы. Решает изменить традиционный свой. Как бы вот она другого молодого человека находит фактически на своей свадьбе. Но при всем при этом начинается все с увертюры Вагнера, Тристана и Изольда. И у вас от вот этого тягучего ощущения создается совершенно не то, как сказать, создается совсем другое ощущение интерпретации. Не от сюжетности, а вот от той красоты медлительности, по которой, вот по тем законам, по которым строится этот фильм. Вот моя собственная интерпретация, что это очень сильно о женском начале, которое очень там, как сказать, выживающее. Но женское начало как планета, да, то есть оно огромное, по сути своей. И Фон Триер, очень уважительно относящаясь к женщинам, делает фильм, вот не говорит, какие женщины прекрасны, а создает вот такой фильм, что все гибнут. Вот, но женщина, она тоже как бы гибнет, но все будет хорошо. Следующее, что я хотела вам рассказать, это, если вы помните, Когда я вам говорила, что есть отражения, различные звуковые трансформации, различные способы выражения вот этих оголосовок, я говорила о тире, или о знаках припинания. Вот знаки припинания, оказывается, несут очень большие, не только знаки припинания, знаки припинания, это как часть ритма. Знаки припинания, это иконический способ выражения каких-то ритмических основ. И есть несколько таких ярких примеров, когда знаки пропинания играют большое значение. Для моего любимого Набокова, например, он исправлял, просил редакторов исправлять даже запятые, точки. Ему важно было вот всё до мельчайших деталей. Настолько он был чувствителен каким-то настроением в своём собственном тексте. Вот он не позволял, чтобы что-то меняли. Поэтому вот здесь такие примеры очень известны представителей культуры. Вот, например, стихотворение Цветаева, которое анализирует Бродский. Это не просто так стихотворение, я придумала стихотворение, анализирует Иосиф Бродский. И когда он пишет об этом стихотворении, вот он цитирует Марину Цветаеву «С Новым годом-цветом-краем-кровом». И он говорит, что Цветаева здесь идёт от до, до верхнего до, экстатически вверх. Что это тире, оно насколько соединяет эти понятия, настолько разделяет. Ну, вы чувствуете, как оно так идёт, с Новым годом-цветом-краем-кровом. Вот она одним тире передаёт невероятный взлёт. Но дело в том, что это не действительный пример, потому что, например, Жалковский, известный литературовед в своей книге «Блуждающие сны», он анализирует того же Бродского к Марию Стюарт и анализирует строчки «коснулся бюст, зачёркиваю уст». Но он написал, это опять-таки постмодернистическая такая идея, коснулся бюст, дотронулся, а потом передумал, не буду дотрагиваться, зачёркиваю уст, коснулся уст, поцеловал. Но когда он поцеловал, то он, Жалковский пишет, ставит точку, потому что уст это губно-губной, он вот так трубочкой свернул, ну, лирический герой или сам Бродский. Конец стихотворения, как поцелуй в пустоту. Уст, точка, всё. Вот на этом заканчивается. То есть сам рисунок стиха иконически передаёт, что хочет автор сказать. То есть, конечно, коснулся бюст, зачёркиваю уст, но если банально рассказывать, то коснулся бюст и решил, нет, я всё-таки её поцелую. Но ставится вот какая-то точка здесь, да, потому что уст в пустоту. Вот всё я сказала этим. Вот я коснулся, и на этом, ну, заканчивается или начинается. То есть не просто знаки припинания, не просто слова, а каждое вот это очертание слова или буквы передаёт какие-то очень глубинные смыслы. Точка вслушивания, Эллиот. Вот немножко я как-то готовилась к вашим лекциям. Меня безумно как-то вдохновили и радовали, и благодаря философскому, открытому философскому факультету. И как-то вот так мне получилось читать Эллиот, я никогда ими занималась, это достаточно известный, и достаточно известный, это самый главный, можно сказать, поэт американский, который поэт-модернист, который был католиком, он учился в Гарварде. То есть, конечно, рафинированная поэзия, но он ещё в начале, считаясь модернистом, он закладывает вот азы совершенно новой поэзии. То есть вот я далее буду вам рассказывать. До этого был романтизм с Эдгаром По, например. Он такие красивые, прерафаэлитные, я не случайно вам показывала меланхолию, такие витьеватые фигуры. А он привносит абсолютно другой ритм. Вот у него известное стихотворение, не стихотворение, цикл. Четыре квартета – это некоторое отражение, оно инспирировано квартетами Бетховена. И вот здесь тоже эта тема слова, музыка. Потому что если общие тенденции показывают, что происходит в литературе постмодернизма, там, могу сказать вам кратко, там проза становится поэзией, а поэзия становится музыкой. Очень всё просто, если так, глобально. Поэтому вот слова, как и музыка, движутся лишь во времени, но то, что не выше жизни, не выше смерти. Слова, отзвучав, достигают молчания. Только формой и ритмом слова, как и музыка, достигают недвижности древней китайской базы, рукообращения вечной подвижности. Вот это у него вечной подвижности, у него, конечно, ритмика совершенно особая. Он ломает привычный ритм, и потом Эллиот пишет в какой-то момент уже белым стихом. То есть он абсолютно отходит от классического канона. Я встретила своего очень хорошего знакомого поэта. Он сказал, Ниночка, есть только три типа стихотворения. Это классика, как античность, романтизм, вот со всеми этими всплесками. И барокко. А барокко, вот Эллиот, это по этой трактовке барокко, потому что барокко имеет большое количество складок, сложностей, неровностей. Оно неровное и витиеватое. Поэтому вот модернизм и постмодернизм – это во многом барокко, потому что оно обладает вот такой скрытой структурой, резоморфной с большим количеством завитушек, тайных смыслов и бесконечных каких-то вот сдвигов и нарушений. И далее я продолжаю свою мысль об Эллиоте, потому что Эллиот, благодаря работам многих критиков, он возведен в ран как бы модерниста-постмодерниста. Я вам говорила, очень сложно эти понятия разграничивать, потому что его поэзия до сих пор спорят известные критики. Такая американская критика Перлов, она так даже насмешливо говорит о том, что вы уже Эллиота забыли, вы считаете, что он вот такой как бы вот совсем приводит очень много эпитетов и доказывает, что его поэзия, так же как поэзия Хлебникова, которую просто падежи ломает, она является революционной, сохраняет все черты постмодернизма и является более современной, чем какая-либо другая поэзия. Вот что было для меня, что было до Эллиота? Вот с чем Эллиот спорил? Эллиот, стихотворение 1910-1912, то есть в энциклопедии вы прочтете «Модернизм». Вот Эллиот спорил с романтиками. Романтики в музыке – это Чайковский, Рахманинов, если я права. А в литературе – Жуковский, Лермонтов. Ну вот для американской литературы Эдгар По. Вот это потрясающее стихотворение про Аннабель Ли, которое Набоков использует. Отдельно четвертая лекция будет, наверное, Аннабокове, потому что он полностью переначивает Аннабель Ли, превращает ее в Лолиту. Но это образ женственности, это образ красоты, это образ вечной любви. Но эта любовь, она совершенно невозможна, потому что По ее пишет за три дня до смерти, и это девушка или женщина, с которой он будет счастлив, которая тоже умирает. И вообще ничего невозможно быть так прекрасно и красиво. Вот фактически то, что мы видели в «Меланхолии», там тоже все красиво и обязательно все гибнут. Но вы понимаете в «Меланхолии», что это в современном, как бы вы понимаете, что это не совсем правда. Вот художник это все нарисовал для того, чтобы вспомнить все наши традиции и понять, что мы, конечно, гибнем, но как-то все-таки мы живем. Но немножко это не совсем впрямую. А для Эдгара Пони немножко это впрямую, то есть серьезно. Гибнет от любви серьезно, он любит серьезно. Но дело в том, что, я вам признаюсь, мне она нравится больше, чем даже Эллиот. Потому что в этой романтичности, я думаю, что это немножко такая русская традиция. Мы вообще любим романтику. Вот я ехала к вам и думаю, я очень люблю Симонова. Жди меня, я вернусь, только очень жди. С точки зрения поэзии, эта поэзия, ну не совсем она грамотная, но она настолько душевная. Эти военные стихи, они настолько пронизывающие. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как крынки несли нам усталые женщины, прижав от дождя, как ребенка к груди. Они, там есть ритмика, нет, там анализа не происходит, там просто вот такое душевное воздействие. Поэтому в поэзии это, конечно, очень важно. И Эдгар По из той же оперы, он воздействует вот своим каким-то романтическим, удивительным видением. Смотрите еще раз. It was many and many years ago, как баллада, in a kingdom by the sea, that a maiden there lived, whom you may know, by the name of Annabelle Lee. And this maiden she lived with no other thought, than to love and be loved by me. Вот она. Это было давно, это было давно, в королевстве Приморской земли. Там желает, свела та, что звалась всегда, называлась Annabelle Lee. Я любил, был любим, мы любили вдвоем, только этим мы жить и могли. Вот переводит Бальмонт. Вот это в таком на стыке веков, такая романтика удивительная. А вот Элиот, 1909 год. И стихотворение, это просто у меня вот в ушах звучит своей красотой, потому что по содержанию оно рассказывает о городе, о свалке, о мусоре, и вообще о том, как все ужасно. А по музыке оно, как бы вот там переливы лё, ле, там бесконечные отражения, звуковые, слуховые. Вот такое ощущение, что не просто музыка, а какой-то вот такой рай словесный в кристаллах. Красиво или нет? Тайлз, пайлз, открытый слог. Противопоставление пити, пити – это сожаление, а там сити, город. А называется это всё ещё второй каприз в северном Кембридже. Очарование пустырей, беспомощных слепых полей, бесплодных брошенных зловещих, терзают ум и молят глаз, сочувствие требуя от вас, кирпич жестянки и зола, и битые черепицы хлам, и просто городская свалка. Ну, перевод, хотя и Нины Берберовой, по-моему, но он не так передаёт эту красоту. Но вы слышали английский вариант, он совершенно божественный, да? Любовная песня Альфреда Пруфрека. Звук не просто аккомпанемент чего-то, звук передаёт другие смыслы. Вот критики отмечают, что в романтической поэзии там внутреннее содержание. Вот Аннабель Ли, там внутреннее содержание, внутренние перипетии самого Эдгара По. Самого автора, вот его собственный мир, вот он такой изломанный, он о нём рассказывает. А здесь Эллиот, он отстраняется, то есть он фактически становится медиумом того, что язык может донести нам о мире. Вот так это постулируется. Let us go through certain half-deserted streets, the matter in retreats. Что ж, пошли по пустынным кварталам, убежищем, спокойно бормочущих ночей. Вот элементы эха. Streets, retreats, certain half-deserted, deserted, sitter-street, deserted retreats, шопа-свист, который фактически иконически передаёт звучание. Ну и там самое замечательное, конечно, другие по ритмике строчки. Of restless nights and one-night-trip hotels, and so does track songs with oyster shells. Дешёвые номера, что сдаются на ночь. И потом там вот эти рестораны и oyster shells. Ракушки-ракушки. Но всё равно, что даже дешёвые номера, хотя на ночь дешёвые номера – это очень сильная метафора, она сразу вам даёт определённые такие ассоциации. Но вот всё вместе звучание. One-night-chip hotels and sodas restaurants with oyster shells. Вот шёпот города. Вот так о нём пишут. И раковина. И раковина одновременно. Всё вместе. Вот это море. И Перлов, вот эта критикесса американская, она сидит там, вот это всё приводит. Всех философов Бирнштейна вы цитировали в прошлый раз. И она всё говорит о чём? Она всё говорит о том, что вспоминает Бирнштейна, всех философов Хайдегера, что невозможно ни одного слова выкинуть, изменить. Потому что каждое слово, оно доносит вот всё огласовку. То есть всё на своих местах. Как будто такой вот слепок мира. То есть истинный поэт, это не тот, который выражает свои чувства, получается, как у Эдгара По. И свои искания, и события, особенно своей жизни. Нет. Это тот человек, который может до такой степени ощущать язык, что может донести вот эти очень важные какие-то моменты о бытии, о жизни посредством слова. Ограничение языка заключается в невозможности передать какой-либо факт, переданный, приведённый в данном предложении, без того, чтобы это предложение повторить, пишет Бирнштейн. То есть постмодернизм – это повторение, а философы нам говорят, что невозможно ничего повторить. Именно поэтому, ну это всегда, да, всегда и хорошо, и плохо одновременно, всегда существует что-то и противоположность этого. Поэтому вот когда читал американский поэт, то, что я вам показывала, одну и ту же строчку повторял, there is nothing in that draw, there is nothing in that draw. Он говорил, что с одной стороны это повторение, с другой стороны два раза повторить одно и то же невозможно. Как невозможно станцевать одинаково одну и ту же партию. Художники пишут одну и ту же картину, она всегда отличается. Ну каждое мгновение, оно неповторимо. Но чтобы это почувствовать, нужно показать и первое мгновение, и второе. Это продолжается стихотворение. To lead you to an overwhelming question. Or do not ask what is it. Let us go and make our visit. Он ломает ритм, и здесь полный риф. Вы видите, what is it? Visit. Одинаковый. It, it. Но what is it? Что это? Visit. Пойдемте посмотрим. Ну это тоже очень странно, потому что обычно не рифмуют одни и те же слова. Он рифмует, но они абсолютно разные. Разные части речи по-разному. Нина Берберовый перевод. Улицы тянутся, как надоевшие доводы. Коварно крадутся от дома к дому. Ведут к проклятому вопросу. Ох, не спрашивайте, какому. Пошли навести ли кого следует. Но все равно она была. Я вам рассказывала, мне она была ли, нравится все равно больше. Ну это потому что романтическая традиция. Все-таки, как у Симоновой, все-таки поверив, что жизнь уже вся, я горд был за самую милую, за русскую землю, где я родился, за то, что на ней умереть мне завещено, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас русская женщина по-русски три раза меня обняла. Здесь это воздействует просто на душевную вещь. Это романтика, это романтические стихи. Дейдж Лоренц, который написал «Любовника Фредди Чатерлей», который написал много других произведений, которые писатель-модернист, он создает такое стихотворение «Тишина». И там не будет тишины, там будет лирическое ощущение самого героя и все, что он слышит. То есть это фактически так же, как Эллиот. С тех пор, как я потеряла тебя, меня преследует тишина, звуки трепещут, как маленькие крылья, затем истощены и затихают. Потоки беззвучия качаясь, идут ли прохожие мимо, подобно дрожащие зыби, или театр дышит, вздыхая, выдохнув громко и хрипло. Или ветер колеблет свет над мертвой черной рекой, или эхо последней ночи, встречает восход содрогаясь. Ждет тишина, убирая все снова бескрайней, полнотой окутав голоса людские. Здесь перевод автора, это мой перевод, имеется в виду. Но идут постоянные огласовки, никакой нет тишины, есть музыка того, что человек слышит. Владимир Набоков, тоже мой любимый пример, отдельно я буду рассказывать об Аде, это роман... Рассказывал вам или нет? Нет? Тогда могу рассказать подробно. Роман этот Набоков пишет... Я более подробно буду на последней лекции рассказывать, но сейчас расскажу тоже. Он очень трогательный, этот роман, но он постмодернистический совершенно, потому что Набоков там соединяет все возможное. Он начинает роман с фразы перевернутой Льва Толстого и Занны Карениной, все счастливые семьи, несчастливые по-разному, а счастливые одинаково. Он... там мотивы Байрона, Шатебриана, там огромное количество аллюзий на Фрейда, которую Набоков очень не любит, там большое количество аллюзий на любые другие художественные произведения Байрона на Ветхий Завет, мировой литературы. То есть эта история называется Ада о Ада, Ада или Радости и Страсти, Семейная Хроника, Family Chronicle, а Family Chronicle – это Ветхий Завет. Поэтому роман претендует на то, что это Библия фактически. В этом, конечно, юмор, в этом абсолютный постмодернизм. Но также этот роман считается как бы история Лолиты со счастливым концом, или история Анны Карениной со счастливым концом, потому что главные герои, они... Во-первых, это история человечества, потому что они Ван и Ада, они брат и сестра, они муж, потом и жена, они дети, потому что они знакомятся, когда им 12 лет. Но со счастливым концом, потому что они остаются вместе. То есть вся возможная семья, а там огромная семья, и даже есть дерево, которое представлено на первой странице, она подробно освещает эту связь, как бы генеалогическое древо. Но вот эта вся семья, она сжата в этих двух героев, потому что они любят друг друга безумно. Вот это она Бэлли со счастливым концом. Вот она Ада и Ван. И они так друг друга любят, но он романтический герой, потому что Набоков понимает, что русская литература – это литература романтизма. Он всё время, он так искренне к ней относится, он влюбляется в неё. И она Ада, но Ада, естественно, демон, поэтому она его соблазняет, она его бросает, она ему изменяет. Но для Набокова это всё совершенно не важно, потому что он играет вот этими фигурами, они очень статичны, они не меняются. Но дело в том, что Ван, помимо прочего, он ещё является писателем и профессором, и живут они там очень интересно, живут они в Америке, где русские названия. И они получают письма с планеты Антитера, живут они на Тере. В общем, там перепутаны все причины следственной связи, перепутаны пространства и временные системы. Всё очень сложно. Но вот часть пятая, он, этот герой Ван, он пишет очень серьёзное произведение, которое называется «Текстура времени», «Texture of time». И он пишет, он излагает философские, фактически, как вы сдавали сегодня философию, фактически все философские проблемы он излагает, пишет, что такое время, что такое пространство, всё очень серьёзно. И пишет Набоков эту главу, эту часть, он пишет её два года, роман пишет 10 лет, один из его последних романов, а главу пишет два года. И весь роман построен по принципу памяти. Первая глава длинная, потом короче, короче, короче. И Ада на всё это смотрит, и она это комментирует довольно грубым образом, очень красивым, но достаточно циничным. Она говорит, не знаю, сказала Ада, не знаю, столет ли попытка прояснить эти вещи разбитого цветного стёклышка. Мы можем узнать время, узнать, сколько сейчас времени, но времени нам никогда не узнать. Наши чувства просто не годятся для его восприятия. Это всё равно как. Вставит многоточие, в английском варианте она ставит тире. Вот я в Германии читала эту лекцию и сказала, девушка, очень просто. Это тире, это просто линеарное время. Вот это иконически показана линия. А Набоков показывает, что нет никакого линеарного времени, а время, как у Бога, замкнутое, шарообразное. Потому что роман Набоков пишет, пытаясь преодолеть время, пытаясь заглянуть в вечность, пытаясь показать, что посредством языка мы можем оказаться в этой вечности. Посредством нашей памяти и воспоминаний мы можем никогда не умирать. То есть это идея христианская и общечеловеческая. Но вот это «it is like» — это как? Она боится назвать. Даже будучи таким человеком, вот не совсем православным, как выражаясь, ада в какой-то момент не называет. Это неназывание передаёт значительно больше. То есть вот это многоточие, оно не просто многозначное, оно ультрамногозначное. Оно несёт в себе колоссальную нагрузку значения. «Тире» или вот это многоточие. Она оставляет недосказанность, когда человек понимает, при всём при этом, что написан потрясающий роман, изобретён собственный язык, весь роман о времени, огромное качество. Вся культура сосредоточилась в этом романе. Он считает, что он создал генеральное произведение. Всё равно время-то определить мы не можем. Оно всё равно как? Не назвать. До такой степени язык может всё передать, и до такой степени он всё равно главные какие-то понятия передать не может. Но это очень сильно. Немножко это притянуто за уши, потому что можно сказать, что это такое, это всё равно как. Можно это свести, что это линеарное время, а можно свести это к другому, потому что на боков как раз в постмодернистической манере абсолютно меняет законы. И далее я вам сказала, что пауза, пауза, время тишины – это один из вариантов, один из способов передачи тишины. И я выбрала пример из моего любимого произведения. Я его в предыдущем курсе упоминала. Это мой любимый пример, потому что там пауза имеет тоже смысловую нагрузку колоссальную. Обычно пауза, если анализируется с точки зрения лингвистики, вы можете сказать, что когда человек молчит или когда пауза наступает, он что-то делает или выбирает что-то, или думает, или какая-то вот пауза. Она для чего-то? Опять-таки за паузой что-то стоит. Но у меня здесь очень красочная пауза, потому что я вам смогу рассказать о своём любимом романе Гарсии Маркеса «Хроника объявленной смерти». А роман – это тоже постмодернистический, потому что магический реализм – это постмодернистический, как сказать, эстетическая такая категория, потому что для Латинской Америки вот этот эпос, когда будем рассматривать постколониальную литературу, будет очень важно. Эпос, то есть вот история вся, фольклор, он связан с современной действительностью. Там всё – современная действительность и фольклор. Для Петербурга это, для России это очень понятно, но для Петербурга не всегда, потому что мы достаточно молодой город. А там вы представляете вся вот эта история, все эти поверья, метафизика, мифы, мифологии. Вот возникает этот роман, который Гарсия Маркес пишет, и там традиционная маленькая деревня, где-то там на краю света, как Маконда, потому что сто лет одиночества там Маконда, а здесь тоже маленькая деревня. И у неё свои законы, они живут традиционно, там вот девушка, её зовут Ангела Викарио, и там настоящий мужчина Боярда Сан-Роман, который появляется, хочет жениться на этой девушке. И всё это вокруг вот такого традиционного мифологического сюжета. И в какой-то момент он приезжает и смотрит на неё, и говорит, когда я проснусь, пожалуйста, напомните мне, что хочу на ней жениться. И он уверен, что он хочет жениться, и тут же женится. Она говорит, нет. Ну как, он романтический герой, и начинает за ней ухаживать. Он ухаживает и ухаживает, и дарит ей граммофон. При этом он очень интересно его дарит. Он не просто дарит ей граммофон. Опять-таки романтическая традиция очень сильная. Он идёт специально на праздник, и там разыгрывают граммофон. Он скупает все билеты и выигрывает граммофон. Если бы он попытался сыграть в лотерейный билет, ничего бы не получилось. Он настоящий мужчина, он всё скупает. Вот он выигрывает граммофон, и ей посылает этот граммофон. А она приличная девушка, она говорит, нет, не нужен мне ваш граммофон. И братья, у неё два брата-близнеца, они возвращают этот граммофон. И Маркес очень так красиво и иронично замечает. Потому что ирония – главная черта постмодернизма. Он замечает, что если кто-то и видел, не видел, как принесли этот граммофон, потому что все видели, как его вернули, выкинули. Следующий, но Боярдо Сан Романо – настоящий рыцарь. Поэтому он не унимается. Он продолжает свои ухаживания. И он решает купить дом. И дом он решает купить. Самый красивый в деревне. Он идёт к вдовцу. По-испански, вдовец – это виуда. Говорит, вдовец, продай мне дом. Он говорит, вы не понимаете молодые мотивов сердца. Говорит, почему? Говорит, потому что я был счастлив здесь со своей женой. Я вдовец. Я был счастлив здесь, там, 30 лет или 50. Он говорит, продай мне дом. Он говорит, в сердце не продаётся. Он идёт и плачет. А Боярдо Сан Роман приносит ему банкноты и выкладывает одну за одной. Он плачет от злости. И он продаёт это дом. И через две... Маркес пишет, что через две недели он умирает от ярости на себя. Что он продал всё своё счастье. И Боярдо Сан Роман рассказывает о своём доме. И всё равно Ангела Викарио, она совершенно неприступна. И тогда он делает третий шаг. Он привозит всех своих родственников, своих четырёх или двоих сестёр. Привозит своего отца, который участвовал в военных действиях. То есть он показывает, что нет у неё никакого выхода. И всё-таки она соглашается. Должна быть свадьба, эту свадьбу готовится. А потом читатель постепенно понимает, что что-то не так. Потому что она как бы раскрывает, что вообще она кого-то в какой-то момент любила. Что для традиционного такого уклада маленькой деревни невозможно абсолютно. Но она скрывает этот факт. И далее такая сцена очень тоже... Вот как раз мы подходим к этой паузе. Потому что мама, а мама там главное действующее лицо в традиционной таком укладе. Мама очень имеет большое значение. Поэтому мама, она называется Пура Викарио. Пура Пио, да? То есть чистая Викарио. Она просыпается ночью и звонят. Она открывает двери. Она видит Бояргу Сан-Романа. Всего вот какого-то очень странно раздетого-одетого. И видит свою дочь. И он её вот так вот талкивает на свет. И говорит, мама, вы святая. Уштея Суна Санта. И он её так вот, то, что называется, возвращает невесту. И далее идёт определённое как бы неспокойствие в семье. Потому что её замечательные близнецы, они выбегают. И они сажают её на стол. И мама её там какое-то время бьёт по щекам долго-долго. И, наконец, задаёт ей вот этот коронный вопрос. Он говорит, кто это? Кто он? И она должна назвать имя мужчины, которого она любила. Но она, естественно, его назвать не хочет, потому что она всё его ещё любит. И она очень красиво Маркис пишет. Она, скажи нам, кто он? Она на мгновение запнулась. Вот она запнулась. Вот её пауза. На мгновение. Весь роман держится на этой паузе. Ровно настолько, сколько требуется, чтобы произнести имя. Будто во тьме искала это имя. Точа же нашла его среди многих и многих на этом свете и на том. Очень красиво. На том свете и на этом. Нашла это имя. И на том. И пробила его к стене. Прибила словом. Да, убила его. Прибила его к стене точным ударом кинжала. Это она сказала. Как бы без всякого колебания наколола на булавку бабочку. Этим огласила приговор, вынесенный судьбой давно и навсегда. Сантьяго Нассар, сказала она. Она назвала имя. Но вы по ходу романа понимаете, что она никогда Сантьяго Нассар в жизни своей не видела. Она назвала имя того мужчины, который она была уверена. Никто не подумает, что она вообще когда с ним не только его не любила. Она никогда в жизни с ним не виделась. Потому что она не хотела выдавать своего любимого человека. Она знала, что его будут убивать. Но хроника объявлены смерти. Братья должны убить виновника. Но они ходят с ножами. Они точат все время ножи. И они все время говорят, мы идем убить Сантьяго Нассара. Они надеются, что кто-то их остановит. Но их никто не останавливает. Книга о судьбе. Они убивают Сантьяго Нассара. И там 50 глаголов резания. Но книга написана с юмором, над традицией, над культурой. Над вот этим мифом Латинской Америки. С безумной любовью и радостью. Там священник есть. Да, и Баяк Лассан Роман самый интересный, что он очень расстраивается. И он, по-моему, находится в состоянии вот такого очень неприятного опьянения. Потому что это длится очень неприятное состояние, там, две недели или месяц. И потом его тащат в бессознательном состоянии. Он оставляет след рукой на песке. Но, да, так как бы Гарсия Маркес очень добрый писатель. Поэтому она продолжает ему писать письма 30 лет. Она влюбилась в него. И она очень расстроилась Ангеловикарию, что она его так обидела, вот этого Баярда Сан Романа. И он не отвечает ей. А потом он возвращается через 30 лет. И у него две пачки писем. И Маркес помечает. Тодос Синабрир. Все подобранные под датом, но не распечатаны. То есть он пришел, просто сказал. А Кейс, стой, как Иисус Христос. Он сказал, вот я вернулся к ней. То есть книга заканчивается очень хорошо. Но вот эта пауза, она запнулась. Вот она запнулась, чтобы назвать имя человека, который не имел никакого отношения. Вот эта пауза. Что такое пауза? Но это не единственный красивый случай паузы. Потому что можно вот такое сияющее ничто или пустота. Здесь мое любимое стихотоверение Георгия Иванова. Это поэт Серебряного века. Такая очень таинственная личность. И величайший критик нашего времени Андрей Арев, это редактор «Звезды». Он написал очень интересную книгу о Георгии Иванове. «Жизнь и судьба». Георгия Иванова «Жизнь и судьба». И вот он рассказывает, какой это был человек, какой это был поэт. Это был величайший поэт. И, к сожалению, он был, по мнению Андрея Юрьевича, он был в чем-то недооценен Серебряным веком. Потому что благодаря своему окружению, определенной ревности, он не так известен, как, например, Анна Ахматова. Он не так известен, как даже Константин Бальмоль. А стихотворение вот об этом «сияющем ничто» — это понятие, которое идет от Экклесиаста, от Средних веков. Это понятие, которое имеет определенное наполнение. То есть здесь пустота не с отрицательным значением, а «сияющее ничто». То есть Бог не Христос, Бог не там, а Бог вот здесь. Вот каждый человек по образу и подобию. Но это передается в стихотворениях многих поэтов Серебряного века вот таким удивительным образом. «Я слышу истории человечества, я слышу изгнание или отечество. Я в книгах читаю добро, лицемерие, надежда, отчаяние, вера, неверие. И вижу огромное, страшное, нежное, насквозь ледяное, навек безнадежное. И вижу беспамятство или мучение, где все навсегда потеряло значение. И вижу вне времени и расстояния над бедной земной и неземной осиянию». Это неземное сияние над бедной землей — обязательно контраст. Наша жизнь каждодневная, суровая и вот это бесконечное сияющее ничто. И я себе позволю, я была на удивительной лекции Марии Наумовны Вера Лайнан, которая является профессором Пушкинского дома. И я попала на две лекции. Одна была о Золотом веке и другая в поэзии. И другая была о Серебряном веке. И вот она зачитывала стихотворение. Мне не повторить это, я просто хочу с вами поделиться. Мне не повторить, потому что она удивительно точно читает и рассказывает. Это невероятной высоты и глубины профессионал. Но вот это стихотворение, она рассказывала очень интересно, что я прошу прощения, если я это каким-то образом неправильно трактую или не так запомнила. Но там речь идёт о том, что, как вы знаете, для Александра Блока, для него была вот эта философия вечной женственности, прекрасной незнакомки. И в цикле стихотворения, это прекрасная незнакомка, она как бы её лирический герой в некотором смысле предаёт, потому что он уходит от неё. И там вот есть какие-то мотивы про русалку, что русалка тоже вот герой у Пушкина, даже он герой отходит, и русалка теряет свои магические вот эти волшебные свойства. То есть вот и даже Пушкин не знает, что с этим делать. А здесь стихотворение, в котором блок, где лирический герой, он возвращается к этому образу женственности, он воссоединяется как блудный сын. То есть происходит вот какое-то обращение к вечности. Нет вот этого модернистического раскола, вот какой-то трагедии, а есть замыкание, есть вот это сосуществование вечности. Это очень важно, потому что вечность показана по-разному. У романтиков она, вот как мы видели с Анабелли, всё, там невозможно, это смерть. Она умерла, и герой тоже умер, и все несчастны по большому счёту. А постмодернизм, он даёт возможность вот этого соединения. Но как в Боге, как в бессмертии. То есть это фактически, несмотря на вот такие удивительные искажения, это литература и о выживании. Потому что Маркес это полное выживание. Там все погибли, всех убили, вот над традициями надругались. Но очень легко и весело, потому что всё равно они воссоединились вот в той сказке, в которой говорили романтики, никогда не дошли до такого момента. Вот посмотрите, как удивительное стихотворение блока. «В густой траве пропадёшь с головой, В тихий дом войдёшь не стучась, Обнимет рукой, оплетёт косой, И статная скажет, — Здравствуй, князь! Вот здесь у меня куст белых роз, Вот здесь вчера повелика велась, Где был, пропадал, что за весть принёс, Кто любит, не любит, кто гонит нас. Как бывало, забудешь, что дни идут, Как бывало, простишь, кто горд и зол. И смотришь, тучи вдали встают, И слушаешь песни далёких сёл, Заплачет сердце по чужой стороне, Запросится в бой, зовёт и манит, Только скажет, — Прощай, вернись ко мне. И опять за травой колокольчик звенит». Но блок — символист. Для символистов, Это я немножечко сюда, конечно, Привношу не совсем корректно, Но там слово имеет колоссальное вот это значение, Оно имеет очень большую силу, Потому что оно взаимодействует С возможными смыслами. Там слово — это как вот жемчужина в раковине. Поэтому символическое вот это сочетание, С то, каким образом он создаёт вот эти образы, Они, конечно, я думаю, в некоторой степени Имеют определённую... Согласуются с тем, что я вам рассказывала Извините, я не переключила. С тем, что я вам рассказывала об Элиоте. А далее я хотела напомнить вам некоторые, Если вы позволите, включить следующие. Это история герминевтики, как она есть. Но дело в том, что... Немножко повыше. И там нужен другой режим, чтобы видео у нас пошло. Пожалуйста. Я хотела вам напомнить, каким образом движется История философии, и каким образом по-разному Философы смотрят на тексты, каким образом... Какое идёт движение. И поэтому немножко голубим по Европам, Но хотела вам напомнить, каким образом мы пришли К модернизму. Что было до этого? Потому что, как мы говорили на прошлой лекции, Очень важно внутреннее ощущение того, Что, несмотря на то, что очень многое повторяется, Есть определённого рода вечное возвращение В какие-то понятия, Всё-таки какой-то происходит смена законов Вот этой научной парадигмы. То есть идёт история научного знания, Идёт история культуры, Она развивается по каким-то законам. И вот предлагаемая такая концепция, Она имеет определённые, Ну, несколько вот таких для меня, И опять-таки, если это рассматривать серьёзно, Конечно, можно сказать, что этапы разные, Что они могут быть другими. Но вот очень кратко начинается... Ну, можно говорить от Канта, Критика чистого разума, Можно говорить от Гуссерля, Феноменология. То есть основная идея феноменологии, Конечно, в том, что... Всё, что есть, Есть только через наше сознание. А как было до этого? А до этого считалось, Что наше сознание и так важно. Мы должны... Эдмонг Гуссер, известный немецкий философ, Двоенный, потом Хайдегер у него фактически, Но не отнимет место, Но будет на его месте в университете. Мы должны ввести, Свести внешний мир, Единственное, к содержанию нашего сознания. Это так называемая Феноменологическая редукция. Но феноменология, известное слово, да, Для нас, для всех, Феномены, вот эти феномены, Феноменология, Феноменологическая редукция, Всё, что не имманентно сознанию, Должно быть строго исключено. Но теперь есть вот такой термин, Как антропоцентричность, Научные парадигмы, Что всё через наше сознание, Всё, что есть через наше сознание. Нет объективного мира. То есть есть объективный мир, Но мы можем только сказать, Каким образом мы этот мир Видим посредством нашего сознания. Любые отношения должны трактоваться, Как чистые феномены, явления, То есть в пределах их представленности В нашем сознании. Это те единственные данные, От которых мы можем оттолкнуться. Интенциональность, Ключевое понятие теории Гусерли, Которое в самом общем виде Можно определить, Как свойство сознания, Быть не просто сознанием, А только сознанием о чём-то. Для Эдмонда Гусерли Важны феномены, Важно то, Что всё, что мы видим, Проходит через наше сознание. Но дело в том, Что если мы будем рассматривать далее, То мы видим другое имя, Мартин Хайдегер, Это человек, Который, Это известнейший философ, Которого мы тоже с вами Очень хорошо знаем. И знаем мы потому, Что он оказал колоссальное влияние На Дориду, На постструктуралистов, Потому что он постулирует вещи, О которых Гусерли, Ну он говорил, Но для него не были эти вещи Настолько важны. Хайдегер постулирует Не то, Что язык является вторичным, Потому что для Гусерли Язык, он где-то там, Как бы вот он существует, Но язык, Посредством языка Мы феномены эти излагаем. А для Хайдегера Ничего нет вне языка. Язык сам по себе Несёт колоссальное количество Идей, смыслов, настроений. Если человеческое существование Определяется временем, То оно в равной степени Определяется языком. Язык для Хайдегера Не просто инструмент коммуникации, Дополнительный способ выражения идей. Это те самые рамки, В которых проходит человеческая жизнь. То, что выдвигает мир На передний план. Мир в его отчётливо Человеческом смысле. Есть только там, Где есть язык. Для Хайдегера Язык это в первую очередь Не то, что вы Или я можете сказать. Язык обладает Собственным существованием, В котором человек может участвовать. И только участвуя в нём Мы можем стать людьми В полной мере. Там много говорится О метафизике. Там целая Удивительная теория. Хайдегер обращает Большое внимание На поэзию, На искусство. Вот он рассказывает О молоте, Что только молот сломанный Передаёт идею молота. А просто так молот Не передаёт идею молота. Но основной Квинтэссенции того, Что я хочу вам донести, Это, конечно, Идея о том, Насколько язык Много говорит нам о мире. То есть фактически Вся философия, Психолингвистика Основывается на этом же Что человек порой Даже не знает, Что именно он доносит. Но если он чувствует, Как поэт, Он доносит удивительную Красоту этого мира. Хайдерга пишет статью И обсуждает фразу Ницше, Бог умер. Говорит, что Ницше Сказал значительно больше, Чем хотел сказать. И для нас, я думаю, Более интересно будет Вот опять-таки Обратить наше внимание На поэзию. Сейчас подойдём К этому искусству. Как и язык Не должно рассматриваться В качестве выражения Индивидуальной личности. Личность – это лишь Место или средство, При помощи которого Истина о мире Говорит сама. А читатель стихотворения Должен внимательно Слушать эту истину. Вот никакого нет поэта. Они как бы запрещают Даже биографическую критику. Получается. Вы должны пассивно Раскрыть себя тексту, Подчиняясь его Тайному, неисчерпаемому бытию, Позволяя ему Задавать нам вопросы. Ниоткуда с любовью Он отца того мартабря, Дорогой, уважаемый, милый, Но неважно даже кто, Ибо черт лица, говоря откровенно, Не вспомнить уже не ваш, Но и ничей верный друг Вас приветствует С одного из пяти континентов, Держащегося на ковбоях. Я любил тебя больше, Чем ангелов и самого, И поэтому дальше теперь от тебя, Чем от них обоих. Далеко поздно ночью В долине на самом дне, В городке, Занесенным снегом По ручку двери, Извиваясь ночью на простыне, Как не сказано ниже, По крайней мере, Я взбиваю подушку Мучащим ты, За горами, Которым конца и края, В темноте всем телом Твои черты, Как безумное зеркало, Повторяю. Ритмика. Здесь, конечно, Очень много семантики, То есть значение о чем? О любви конкретно. Но ритмика, Вот эти перебои, Они создают определенное значение. То есть по Хайдегеру Это вся история мира В этих словах. Вне зависимости от самого автора. Людмит Митвинштейн, Величайший австрийский лингвист, Который вводит понятия языковых игр. И очень кратко, буквально в двух, Не он вводит понятия, Возможно, другие исследователи Пишут об этом тоже, Но он известен очень благодаря языковым играм. И как бы вот интересное в отношении Вы слышали целую лекцию, Цикл лекции о Любовике Вингтштейне, Насколько я знаю, Очень интересное. Там основное, наверное, То, что он поменял полностью Своего зрения. Он написал о гидфилософский трактат, Где рассматривал язык с одной точки зрения, А потом написал философские исследования, В которых написал о языковых играх. Что язык для того, Чтобы посредством языка, Посредством слов, Игра, Не доносить какую-то важную информацию, Как считалось в XIX веке, А играть. Играть для того, Чтобы оказывать друг на друга Определенного рода воздействия. Ну вот мы движемся к постмодернизму. Годамер, да? Годамер, известный герменевт. Как кратко о Годамере расскажет. Годамер возит понятие традиции, Горизонтов. То есть интерпретация с точки зрения Сегодняшнего момента, Интерпретация с точки зрения исторического. Каким образом интерпретировали тогда, Каким образом то же произведение Интерпретирует сейчас. Вот это роль исторически, Культурологического аспекта. Если можно фильм показать Анну Каренину. ДАНСКОНОТСКОНОТСКОНОО Данц и ми. Горизонтор. Горизонтор. За conductом grilledhyuk Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Полиморфизм, андрогенность. И когда я пытаюсь иллюстрировать на примере литературы, очень хорошим примером будет постколониальная литература. И об этом я буду говорить в следующий раз в связи с вопросами, связанными с женской прозой. Потому что традиционно в XIX веке существует Джен-Эйр, Шарлотт и Бранте. Это опять-таки романтическая история по известным традициям. История о том, как бедная девушка встретила своего рыцаря, в него влюбилась, хотела выйти за него замуж и вышла за него замуж. А постколониальная литература, она эти традиции меняет. Потому что постколониальная литература, она состоит из авторов бывших колоний. Португалии, Испании, Великобритании, Франции. Эти колонии, они выдержали вот этот захват европейских стран. Они подчинились этому захвату. И в какой-то момент они, вот теоретики пишут, Empire Strikes Back. Они ответили, они сказали, что мы другие, мы не такие, мы приняли вас, но у нас есть собственные традиции. Мы приняли ваш феминизм, но вообще у нас семейные ценности. Мы приняли ваши идеалы, рыцарство. Но мы хотели еще что-то. И вот блестящий пример, самый яркий, наверное, это пример... Уайт Саргосси, это пример Жан Риус, это автор женщина, которая родилась в Доминикане. Вот, и она в детстве прочитала роман Шарлотты Бранте Джейнерри. Ей очень не понравилось, что первая жена мистера Рочестера, она сгорела, как вы знаете, на чердаке. И она написала потрясающий роман Уайт Саргосси, широкое Саргасово море, где она написала жизнь вот этой первой жены мистера Рочестера и сказала, у нас совсем другие взгляды. И вот мы будем рассматривать, завершать наш разговор о женской прозе постколониальной литературой, потому что они привнесли в английскую литературу, в литературу Британии, свой собственный стиль. Они фактически вернули литературе Великобритании, с моей точки зрения, они вернули определенную вот такую, в хорошем смысле, традиционность вот таких семейных ценностей. То есть они возродили, они влили новую кровь в ту литературу, которая уже женская распадалась. Потому что в 70-е, 80-е, 90-е годы, как бы, женщина автор, она сначала была мужчиной, потом она мужчин вообще ликвидировала. А в какой-то момент ей просто вот она не знала, что еще делать, потому что она доказала, что она сильнее, что она права, что мужчина совершенно занимает подчиненную роль и вообще ей не нужен. И что было делать дальше, непонятно. И потом постколониальная литература, она вернула вот те семейные ценности и те ценности юмора. И она показала самое главное. Она показала, что мы не существуем вне памяти, потому что герои, вот, например, Задди, Смит, Белые зубы или другие произведения литературы, там герои, у которых дедушка мог быть, допустим, в Германии нацистом, а другой дедушка, он участвовал в восстании индийцев против англичан, когда те заставляли их там смазывать жиром винтовки. И показывает, что идентичность в некотором смысле путается у этих героев. И показывает вот бесконечно почти шекспировскую игру возможных вот таких насмешек истории и неминуемую взаимосвязь между сегодняшним миром и вот той историей, которая была у каждого собственной семьи. И там как бы завершается всё, рассказывают критики, парадоксом Зенона, что как быстро Ахиллес не идёт, да, там, то черепаха всё равно его опережает. И несмотря на то, что многие потомки вот этих колонизированных стран, они приезжают, допустим, в Великобританию, в Испанию или во Францию, они всё равно везут за собой вот этот вот свои традиции. Это прекрасно. Потому что там в какой-то момент, вот в романе «Сзади смет белые зубы», она там, какой-то случается жуткая катастрофа, и она смотрит телевизор, говорит, да BBC говорит, вы понимаете, это говорит BBC, это гуру наш BBC, и смеётся сама над собой, что несмотря на то, что она всем своим романам доказывает свою идентичность, для неё всё равно BBC – это великий оракул, она его называет, называет вот по такому мифологическому, с таким мифологическим определённым вокабуляром, такими выражениями. Поэтому постмодернизм предполагает вот такое не только ощущение иронии, сарказма и игры бесконечной, принято, что постмодернизм рассматривается именно так, но он предполагает, конечно, конгломерат и смесь традиций. А молчание и тишина будет способствовать тому, что вот эти все грани, они будут слышны, видимы и понятны значительно лучше. То есть вот почему, как бы подытоживая наш сегодняшний разговор, почему получается, что молчание и тишина становятся таким важным концептом и стратегией, потому что тишина и вслушивание в слово, вот эта идея, как у Элли, это вслушивание в структуру и в слово, предполагает большую осведомлённость о гетерогенности всего, гетерогенности повествования, гетерогенности и сложности человеческого существа и бесконечной схожести и разницы между героями, историческими процессами и вот этой глобальной, с одной стороны, соединения различных культур, а с другой стороны, бесконечной разницы между ними. Вот это то, что я хотела вам сегодня, о чём хотела рассказать. Какие у вас будут вопросы или какие-то комментарии? А вот это первое, по-моему, с самого начала лекции. Вы сказали, что в английском языке должны быть два понятия тишины. Silence и ещё что? Quietness. Quietness, quiet. Silence, молчание. Тишина, quietness. Quiet. Стуки незаметны, значит, хорошее. Это значение, которое есть в английской культуре. Всё-таки хорошие человек, это незаметный человек, который не исходит в каких-то поливаниях в гармонии с миром, с космосом. Смысловые отсылки есть. Ну как смирение. Да. Смирение. Омолчание имеет всё-таки определённый знак оппозиции. Вот тишина имеет, как бы транспонируется мир природы на мир человечества, это спокойствие задуманное. Омолчание имеет определённый взгляд, вот такую, даже, я бы сказала, социально-политическую оппозицию определённую. Да, конечно. Можно, если Вы упомянули о том, что всё-таки Вы постмодернистскую литературу видите не в том негативном ключе, в котором её принято мыслить, Вы в негативном мнении, в смысле плохом, в смысле момента отрицания. Вы упомянули о том, что в постмодернистской литературе есть какой-то позитивный выход, как Вы сказали, момент выживания, литературы выживания. Вот я хотела этот момент уточнить, потому что он для меня не совсем понятен. В чём это выживание происходит? Вот в этом постулировании гетерогенности или в чём-то ином? Вот в частности, когда прямо... Там очень много моментов, там очень важно, мне кажется, в каждом вот таком культурном феномене понять, почему это происходит. Потому что говорить, что всё отрицают, мы всегда всё отрицаем, всегда мы видим плохое, это всё абсолютно понятно и естественно. Но складывается такая ситуация, когда романтизм больше не может существовать, потому что он приводит к гибели. Вот эти идеи о том, что должно быть только так, они рушатся. Мир показывает, ризоматически или по-другому, что жизнь не такая, как мы её себе представляем. Человек должен всё время адаптироваться. Адаптироваться очень больно. Поэтому что делают авторы? Они пытаются смеяться над собой, над традицией, и они пытаются играть. Потому что игра снимает вот эту боль романтизма. Поэтому я вам зачитывала Эрланда Лу, я зачитывала другие произведения. Нету боли вот от этой отставки, от полной беспамятства. Есть возможность поиграть сюжет. Вот у Набокова, у него нету трагедии совершенно. Он не серьёзно пишет. Он эту всю историю мира, он играет как карточную игру. Но дело в том, что вы настолько втягиваетесь в эту карточную игру, что по привычке вы начинаете думать, что это драма, что это романтика. И Лолиту воспринимают как драму и романтику. Но в чём-то это и есть драма и романтика. Он через рефлексию, вы смеётесь. И над самой собой, которая серьёзно к этому относится. И понимаете, что серьёзно относиться – это всё равно часть вашей жизни. То есть грамотно постмодернисты смеются по-доброму. Марки смеются по-доброму. Над убийствами, над кровью Латинской Америки и всего истории. Вот у него 100 лет одиночества, полковник Буэнди, он утром просыпается, смотрит и говорит «Земля круглая, как апельсин». Это очень приятно и замечательно, потому что обычно сравнивают с яблоком или с чем-то круглым. С апельсином никто не сравнивает, только в Латинской Америке, потому что это далеко и на юге. Это так приятно, что вы сравниваете вот эту землю, которая как меланхолия разбилась. Это как апельсин. Потому что они подчёркивают разницу между культурами, подчёркивают, насколько эти культуры одинаковы. И самое главное, опять-таки, тот же вывод. Они пытаются, вот как след за нить, фактически, чтобы мы могли оценить возможность жизни в каждую минуту, сделать правильный выбор в каждую минуту, чтобы жизнь всё время меняется. Они пытаются ухватить динамичность жизни. Поэтому говорить, что они пытаются всё разрушить, нет, они пытаются выжить. После войны пытаются выжить. Литература, которая связана вот с описанием пустоты, они тоже пытаются выжить. Все по-разному. Спасибо. Кроме как недодавние отношения. И подчёркивается, что динамичность жизни жизни не физическая близость, которую Набоков отдаёт в этом рамках. Потому что его 90 лет. Он рассказывает нам. Много результатов, которые показывают, что они друг другу, или чего, что между ними было до этого, не испытывают. Они находятся вместе просто на каком-то автоматизме. Сразу ощущение, конечно. Просто осталось очень тяжёлое ощущение. Дочитываю. — Знаете, мне кажется, что Набокова сложно анализировать с романтических позиций, потому что у него не может быть развития даже героя его драмы. Это не Достоевский, это не Толстой. Они как карточные, как карты. Он их перекладывает, там история, он играет своим методом. Поэтому мы в какой-то момент хотим им приписать и нежность, и радость, но язык настолько, вот мы будем подробно об этом говорить, настолько вмешивается, и это настолько его собственная позиция, что он пытается, не пытается, а он нам просто утверждает, что это вовсе не конец. В конце Ады пишет, это не конец, это самое, что ни на есть начало моей самой замечательной, на 97% правдивой, на 2% неправдивой истории. Он рассказывает, что всё, что есть, это моя способность возродить память последствием того, что я вам расскажу эту потрясающую историю своим собственным языком, так, как хочу я. Настолько расскажу, что вы вообще ничего больше не сможете ни читать, ни видеть, ни слышать. Только останется мой роман, вы посмотрите. И когда вы закрываете эту книгу, вы видите, вспоминаете, возможно, что был эпилог, что все умерли эти герои, и даже издатель умер, и вообще все растворились, убежали, и сам автор куда-то пропал. Но вы прочитали произведение, которое вас втягивает абсолютно, он же поглощает всё ваше внимание, там настолько насыщенный текст, что можно додумать вариант, что они устали друг от друга, а можно, как бы, что они в вечности существуют. Это Адам и Ева. Они неминуемо расходятся по истории мира, но они неминуемы вместе. Эта история бесконечно повторяется. История Адама и Ева бесконечно повторяется. Разве нет? Тем или иным образом, потому что человек стремится... Ведь почему, с точки зрения лингвистики, это замечательно, почему есть субъект и объект, почему есть подлежащее и дополнение? Потому что мир был целым, была любовь, да, а потом мир распался. Поэтому есть другой человек, поэтому страдания в любви, потому что вы хотите соединиться. Вот в любви возможно, а потом всё равно вы расходитесь. Поэтому там вот эта усталость от этого расхождения, она неминуема, потому что всё равно вас ждёт рай или не рай. Понимаете, всё равно вас это ждёт воссоединение. Воссоединение, конечно, вся история о том, что мы должны соединиться в этом районе. Вот он рассказывает, они всё равно воссоединятся, они не могут не воссоединиться. Потому что Набоков смеётся, смеётся. Но вот всё, что я пыталась оттуда подчеркнуть, и с помощью невероятно удивительных критиков, вот Борис Валентинович Аверин был потрясающим критиком и следователем Набокова, там вот это воссоединение с вечностью, конечно, не расстройство, не трагедия, а вечность нашего с вами мира и мира литературного. И, конечно, к этой вечности вы идёте через всевозможные лишения. Но вот по логике этой вечности невозможно, наверное, говорить о том, что они друг от друга устали. Они устали от нашей с вами жизни непростой. Они обязательно воссоединятся. Адам и Ева, они не могут не воссоединиться. Это всё равно потом приходит это возрождение. Поэтому история каждой семьи – это история трагедии, бесконечных лишений. Но это всё равно конечное положительное счастье, на которое мы смотрим с иронией, но о котором каждый мечтает. А вы не пробовали анализировать героев Набокова, как, так сказать, грешного Адама, который постоянно, желая подражать перво Адаму, совершает какие-то грехи, кается, а потом через этот грех очищается? Мне интересно, как эти грехи. Вот это так же, как я… Просто вы терёте такой архетип, который… Да, но он заканчивает жизнь этим архетипом. Это очень высокого нравственного уровня художники. И, кстати, Лолита, я об этом и повторяю многих критиков, она же как душа, как Анабель Ли. Она умирает 40 дней после того, как Гумберт Гумберт умирает. И Гумберт Гумбертович, он убивает кэ-кэ, куэлти. Он гэ-гэ, а тот кэ-кэ, звонкие и глухие. Он убивает самого себя. Поэтому с точки зрения нравственности там все акценты, как у Достоевского, расставлены абсолютно точно, удивительно нравственно. Другое дело, что, как бы, вот таких больших художников не интересует, как сказать, вот эти пороки. Пороки, они могут использоваться как средство для создания произведения. Это вроде бы не порок, то есть Адам же тоже был как бы не порочен. Но они не серьезно. Так же, как вот Хайдеггер, говорят, что он поддерживал нацистов. Но ему было не до нацистов. Он был такой величины философ, что для его полета это все было. Но вот они общались, там происходили какие. Но там были глубины совершенно другого порядка. Поэтому Набоков обладает колоссальной вот этой эрудицией и радостью от других вещей. Поэтому пороки, они существуют, но они как фоном такие. Он его не интересует. Он не обличитель пороков. Он совершенно над этим. Он только может одни усилия. Если брать Хайдеггера, то он стремился к проселочной дороге, чтобы вести собственную дедальность. Поэтому я думаю, что он намеренно заигрывал с нацизмом, но не таким вот святым был. Я, да, но человек не может быть... Если взять Эйнштейна, он же не так общался с нацистами, хотя тоже был в прямом контакте, уходил. Я просто демонстрирую, что каждый из известных людей он обладал колоссальным спектром возможных своих поступков. Но в своих произведениях, конечно, под конец жизни, так же, как вот «Четыре квартета» у Эллиота, там вечность, как бы он выходит в вечность. И автор выходит, и герой выходит. Не может быть иначе, потому что он достигает очень больших глубин мудрости, я думаю. Поэтому очень мало кто заканчивает в полной пустоте. И даже если это пустота, я хочу сказать, она всё равно сияющее ничто, где какой-то смысл божественное существует. И можно ли это рассматривать как своеобразный катарсис? Потому что, собственно, в косметодийской литературе и вообще культуре проятие катарсиса как бы исчезает, а его нет. А вот это вот то, что вы говорите через аппетит, они достигают вот этой гармонии. Вот как вы на это смотрите? Я считаю, что человек создан по образу и подобию Божьему. Поэтому так же вот... Это не всегда так считают. Да, но они... Одно дело, что человек пишет о себе, другое дело, что он являет собой. Так же, как Эллиот. Через его слово, слово доносит то, каким образом автор или писатель связан с этими вечными понятиями. Поэтому хочет он того или нет, какие-то вещи проступают, у кого-то проступают, у кого-то нет. Но по большей части у таких, я считаю, что у таких писателей обязательно проступают. А вот если взяли, например, немножко отдаленно, но тем не менее там понятие тайны тоже присутствует, и молчание. Стивена Кинга, есть ли у него катарсис? Я думаю, у каждого автора. Я думаю, что это прекрасно. У всех фантастов, я думаю, вот эта способность к воображению. Очень интересные темы все. Я могу попробовать в следующий раз поговорить. Если брать романтическую школу, например, брать Кольриджа, у него, при том, что он пишет Кублахан, он пишет такие видения во сне, у него есть своя собственная теория в отношении воображения и фантазии. И вот одно из этих положений связано с тем, что человек все придумает, а другое с тем, что ему чудится. Вот он это разделяет. Насколько мы связаны, насколько мы во власти каких-то состояний, насколько мы этим состоянием подчинены. Поэтому писатели и поэты, конечно, думают об этом взаимодействии и с посторонним миром, и с этим миром. Поэтому идея тайны, она присутствует обязательно. Опять-таки, вот Борис Валентинович Аверин, он замечательный, у него статья, потрясающая книга о Дарме Немазине, где он сравнивает творчество Набокова, сравнивает с творчеством Павла Флоренского. И он говорит как раз, что для Павла Флоренского вот эта вечность, она имеет обязательно характеристику тайны, что человек не может дотронуться до этой тайны. И он рассказывает о Набокове и сравнивает у него очень подробный анализ, потрясающе проведенный, очень глубинно проведенный. Он рассматривает роман Набокова «Истинная жизнь, подлинная жизнь Себастьяна Найта». А там по ходу сюжета герой приезжает, он ищет своего брата, он приезжает в больницу, он понимает в какой-то момент, что это не его брат, а это другой какой-то человек. Но он должен узнать тайну, и он в какой-то момент отступает, потому что бытие, оно связано с тайной. Вот эта тайна бытия, до неё нельзя дотронуться. И человек в какой-то момент отступает. Поэтому эта тайна, вокруг этой тайны, это вот как бы тонкая грань. И у Бунина, и у Набокова это основная часто линия, основная тема развития. Что вот есть наш мир, а есть тот мир, а грань очень тонкая. Поэзия об этом, что вот оно есть, поэтому как может быть без тайны, без воображения, без этого определённого осознания того, что в нас что-то божественное, тем не менее мы пустышки. Поэтому идёт вот такая амплитуда качания, мне кажется, что и автор, и герой осознаёт вдруг свою божественность, и осознаёт свою полную пустоту. Я думаю, что постмодернизм как раз во многом об этом. Потому что с одной стороны автор это Домиор, который заменяет собой Бога. Вот он может создать свою собственную какую-то реальность. А с другой стороны он смеётся над самим собой и над всей культурой. Это происходит одновременно, мне кажется. Я думаю, что это универсально для русской литературы. Мне кажется. Субтитры создавал DimaTorzok